Всем привет дорогие друзья, с вами дядюшка Розе и кратко по обновлениям линейдж 2 доильня. 24 апреля добавлена система распределения наград альянса и запасов альянса. Очень интересно сделали, идет в казну клана или альянса, который захватил замок Аден-Иран и распределяет это все глава альянса или клана. Начинается подбор второй недели арены Острова Дьявола. Барц Леона Зикард Эрика. Начинается разлом клана Убежища Королевы. В разломе примут участие кланы, состоящие в рейтинге от 1 до 30. Будет открываться разлом Торник и Четверг с 15.05 до 20.50. Как катакомбы отступников будет появляться иконка Разлом. Персонажи из 70 уровней выше. В один разлом могут зайти 5 кланов, будут распределяться. Время ожидания в лобби разлома 1 минута. Длительность 50 минут. Короче, какие-то итемы будут там выпадать. В этом разломе будет 3 области. Я так понимаю, 5 кланов будут бороться за РБ. Нужно сначала убить 2 РБ в первых областях. Это Инкубатор Особей, Каторга, Мертвецов. И тогда только открывается портал в третью область. Сердце Безмолвия. За убийство 2 первых РБ. За каждого РБ дают баф на 20 минут. Можете видеть на экране. Если в течение 10 минут после начала вы не убьете Мальбас и Тисифона, то они исчезнут через 10 минут после появления. Плановые мероприятия. Очень интересно. Добавляется новое снаряжение. Реликвия Кентауров. Реликвия Трантула. Добавляются новые коллекции предметов с реликвией. Реорганизованы категории создания, чтобы было проще отыскать предмет, который игрок хочет создать. Добавлен новый список для продвижения и связи. Добавлены новые коллекции классов с возможностью продвижения. На серверах отношения союз вражда между кланами, альянсами будет отменен. Также улучшение. В разделе главное меню «Общее» добавлена кнопка настроек интерфейса врагов, союзников, друзей. Это мы нажимаем «Общее» и тут добавлена настройка. Теперь можно легко убирать такого же сервера. И оно автоматически выбирает. Также добавили и улучшили функцию, позволяющую добавлять список врагов, клана, персонажей и других кланов, которые отображаются в списке личного рейтинга. Можно добавить список врагов, клана, персонажей с рейтингом от 1 до 1000 личного рейтинга. Можно добавить сразу несколько персонажей из первой пятерки десяти. Или добавить разом членов клана. А, я теперь понял. Нажимаем. Вот. Прунь. 404 на фонд. Просто мне не нравится Прунь. Вообще не нравится. Что это за ник такой Прунь? Мы можем теперь добавить 5 человек, получается. Да? Мы добавили 5 человек у враги. Очень интересно, как это что работает. Постой. Я хочу с тобой. За убийство рейдового босса в период ивента можно дополнительно получить сундук испытаний рейда клана. Реликвия энергии. Усиленный камень магии. Благословенный усиленный камень магии. Лучи единства со сновыми посохами в обители клане два раза в неделю. То бишь было 4, стало 8. Логово Антараса. Башня дерзости. Башня слоновой кости. Башня Крумы. Увеличено время в два раза. Башня дерзости было 7 часов. Стало 14 часов. Также писемка утром и вечером. 10 тысяч виталки. И в писемках сундучок. Добавляется бонус на 7 дней. О, часики. То, что мне нужно. Финальная награда. Кристаллы души высокого качества. Итемы для создания. Пергамент. 20 тысяч виталки. Плюсы тоже хорошо. Сундучок зареал с артефактами. Роскошный. И Архангела. И тысячу реликвии. Так, дальше. С алмазиками. Терь зареал. 1 тысяча. Очков пробуждения. Благосейная святая вода. 4 штуки. Карты Агатиона. Высшего качества. 11 раз. Ну, 1200 алмазов. Еще один. Очень интересный. Тоже с алмазами. Зареал. Карты мастера. 6 раз. Карты высшего. 11 раз. Переходим к обычным. Пакам. Двухэтапные паки. Если скупаем 4 пака. Получаем дополнительно на выбор карту 11 раз. Также идет знак создания. Ну, карту артефакта создать. Ну, это Архангела. Да, самая такая низкая карта. Ну, очень сложно получить. Героическое. 0,5% редкое. Реликвии. 500 штучек. Зелье пробуждения. 5000 очков. Также чистый эликсир. Знаки поручения. Ордена. 200к. Знаков поручения. Ну, я по минималке беру и также Ордена славы. Кристалл и улучшенный кристалл. Настойка очищения. Баф. И также за нее можно создавать различные темы. Это как свитки ремесленникам. В этот раз у нас идут Моззели восстановление. Абсолютная точность. Сопротивление двойному урону. Абсолютное уклонение. Шанс двойного урона. Игнорирование снижения урона. В различное время можем попытать удачу скрафтить книги. С героическим оружием. Так, 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 так. На этом обновление ивент и все. Донат Моззен тоже. Пиши свои комментарии. Как твое настроение? Вообще, как твои дела? Что делаешь? Играешь ли ты в Линейдж 2 доилочку? О чем я хотел поговорить? Немножко не успел я до скилла. Еще 900 нужно мне Орденов славы. Но у меня закончились часики. Да, 240к. Итого получится где-то 44 500 будет. Да, там смотря как дропнется. Иногда 77к падает, иногда 60. Там как оно дропнется. Но в четверг как бы храм не булит. А я еще 5 часов фарману. В четверг у меня и будет скилл. 846 тысяч. Это все мои пропуски горной зоны конфликта. Олимпа. Даже тот некрополь пойти и попотеть. Первый раунд побегать. Там помолиться Богу, чтобы тебя не зацепили. Пройти первый раунд, да. Получать 100к Орденов. Также горная зона конфликта. Уже на центре босс не работает. Настолько получаются перепущенные персонажи. Что они так быстро сносят башни. И заканчивается раунд. То что я не успеваю на центре, если на первого босса не пришел. Даже набить 10 очков. То пытаюсь на мобах набить. Ну переключаюсь на ножа, сайху. И первым до мобов добежать убить очень сложно стало. А так бы если я не пропускал бы. Уже был скил. Я хотел именно на видео открыть этот сундучок. Но будет попозже. В целом находимся в линейдж 2 мобайл. Я не знаю, что людей держит в этой игре. Также по ситуации на Леоне 2. Трансфер закрылся. Да, я не сказал, что там. Прилетели к нам тамагочи. Очень круто. Мазай сразу им вар прокинул. Потому что все знают, что основа Мазая находится в парадоксах. Ну возможно, может он ушел. Потому что когда Анзуй прилетал сюда покушать, так сказать, замков. То Мазай не прокидывал им именно этому клану вар. Именно с ребятами, которые сюда прилетали с парадоксов. Никакой агрессии не проявляло. Только какой-то хрю 2 плей. Там еще кто-то сразу там. Вы мне стали на голову. Вы мне нагрубили. То тамагочи на себя забрали внимание Мазая. Я думаю, что тамагочи проклинают людей, которые им дали в Леону 2. Я уверен, придет трансфер. И тамагочи захотят улететь куда-то с этого сервера. Потому что Мазай, если кому-то цепляется, то это навеки. Но Мазай играет ради своих ферм. А фермы не приносят ничего. Ну если там конечно нет автоматизации. Там знаем все стримеров программы. Там автокрутение алхимии. Там выставление на спот. Вот даже ответ в пвп такое проработал. Ну есть ферма, которая автоматизирована на боте. Он просто бегает, куражится. Получает от этого какое-то удовольствие. В последнее время что-то не видно Мазая. Потому что когда не было сильных игроков на Леоне 2. Он прям визжал в чат. Да я тут бог, царь и все такое. Ну как он любит. Мания величия. Там арийская нация и все такое. Любитель поорать. Посмотрим что будет через полтора месяца на трансфере. Как пока играем, смотрим. Давай с тобой твой друг Роза.